В новом году пенсия и пособия для семей с детьми будут проиндексированы. Вырастет и материнский капитал, для получения которого теперь не нужно подавать документы. Сертификат пришлют родителям в личный кабинет на портале Госуслуг. В течение пяти дней со дня оформления им и свидетельства о рождении ребенка. Продолжается работа и по адресной государственной социальной помощи. Обо всем подробно Анна Базылева расспросила директора Апатистского центра социальной поддержки населения Сергея Валикжанина. В связи с пандемией данные выплаты автоматически продлеваются до первого года. Беззаявительный порядок сохраняется и на субсидию по оплате ЖКУ до апреля 2021 года. То есть тем гражданам, которым необходимо переоформить субсидию, приходить в соцзащиту не нужно. Все продлится автоматически. С 1 июля 2021 года приостановка субсидии на оплату ЖКУ будет производиться только при наличии судебного решения, вступившего в законную силу, по имеющимся задолженности по оплате ЖКУ за последние три года. Данную информацию мы будем запрашивать сами через систему межведомственного взаимодействия благодаря государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. В случае первичного обращения оформить субсидию можно в отделениях МФЦ, на портале Госуслуг, либо обратиться в соцзащиту. Прием ведется по предварительной записи. Также с нового года поменялась сумма региональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума – 15 873 рублей. И продолжается работа по выдаче нагрудных знаков детям Великой Отечественной войны. Мы выдаем нагрудные знаки детям Великой Отечественной войны гражданам, родившимся в период с 23 июня 2023 года по 3 сентября 1945 года. Они могут нам прийти лично, либо через своих представителей, либо мы можем направить к ним волонтера от администрации города. Подробно об услугах, предоставляемых Центром социальной защиты, можно узнать на сайте организации и по телефонам, которые вы видите на экране.